Ну а в нашей студии уже есть гости, сейчас Саша его представит. Да, я готов представить нашего гостя Александра Немуйкин, главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИДом. Александр Владимирович, позвольте тогда первый вопрос задам я. Почему у вас, ваша организация называется борьбы со СПИДом, а не с ВИЧ? Ведь, насколько мы понимаем, проблема именно в вирусе, а не в самом синдроме. Ну, дело в том, что это заболевание, которое, в принципе, может выражаться просто в двух своих основных стадиях. Это ВИЧ-носительство и непосредственно СПИД, это синдром, приобретенный иммунодефицит. Ну, это исторически сложилось, так оно и продолжается на сегодняшний день. Ну, мы знаем, что пройдут мероприятия, когда можно будет бесплатно сдать анализы. В Симферополе. Сегодня? Дело в том, что данное мероприятие проходит ежедневно, и уже свыше 430 тысяч граждан Крыма, жителей Крыма, прошли медицинское свидетельство на ВИЧ-инфекцию. Просто в период определенных дат, дата это Международный день борьбы с СПИДом, отмечается и обращает внимание именно к этим датам и общественности широкой, и самих граждан о наличии такой проблемы. Интенсивность этих обследований увеличивается. Дополнительно пытаемся привлечь широкие массы населения к данной проблеме, чтобы понимал каждый о том, что знание о своем статусе – это первый шаг к решению главной проблемы. Это забота о своем здоровье, и в связи с тем, что это инфекционное заболевание, это и свой личный вклад в ликвидацию ВИЧ-инфекции, в том числе даже и в мире, в стране, в регионе, и как бы решение многочисленных проблем, как социальных, экономических, в том числе и медицинских. Основные проблемы, с которыми сейчас сталкиваются люди, инфицированные, которые мы решаем, и над чем мы сейчас концентрированы в целом? Ну, за последний период, последних пяти лет, когда работает государственная стратегия по противодействию ВИЧ-инфекции в Российской Федерации, многие проблемы, в общем-то, значительно актуально свою потеряли. То есть медицинское медиктозное обеспечение за счет федерального бюджета, дополнительные субвенции на обследование пациентов с ВИЧ-инфекцией тоже из федерального бюджета. И 38-й федеральный закон, который ранее, в общем-то, регламентировал основные пункты его организации вообще медицинской помощи данным пациентам, он несколько изменил даже свою фабулу. То есть если раньше ВИЧ-инфекция была заболеванием, которое приводит к смертельному исходу, то в течение последних уже пяти лет данные заболевания относятся к разводу хронических заболеваний. То есть при определенных действиях как со стороны пациента, так и со стороны врача, данный пациент спокойно доживает до своей физиологической старости, и уровень комфортности жизни в этот период достаточно удовлетворительный. То есть, иными словами, при правильном приеме препаратов и приверженности к терапии человек, ну, скажем, испытывает не больше затруднения, чем при других, там, диабет, например, или... Абсолютно правильно. Любое хроническое заболевание может развиваться в двух вариантах. Первое – стабильное состояние, когда никаких клинических проявлений нет, и обострение. То же самое у нас. Вот известно, что само заболевание, вирус был открыт около 50 лет назад, почти без малого. В одно время был резкий рост заболеваемости. Вот активно борется и страна, и весь мир. Есть какая-то положительная динамика в борьбе с ВИЧ-инфекцией? Да, в странах Восточной Европы и Центральной Азии, в тот регион, в который входит Российская Федерация, в том числе и мы, вот, наиболее серьезное положение действительно было в Российской Федерации. Долгое время не удавалось стабилизировать распространение ВИЧ-инфекции. И есть намеки на стабилизацию в этом году. То есть впервые, когда темпы роста замедлились, и показывают, возможно, в отдельных регионах даже отрицательный результат. То есть количество новых выявленных случаев меньше, чем в прошлом году. Ну, это, естественно, предшествовало достаточно серьезные организационные мероприятия, как общегосударственные, так и внутриведомственные. Опять же, большой охват тестированием, медицинским свидетельством на ВИЧ-инфекцию позволило выявить когорту. Второе, это очень серьезный охват антиретровестной терапией, что позволило уменьшить опасность передачи ВИЧ-инфекции от пациентов, имеющих носительство, другим людям, окружающим. Что позволило, на наш взгляд, стабилизировать. Ну и показатели, которые объективны, это снижение смертности от СПИДа, непосредственно от терминальных состояний ВИЧ-инфекции. И уже на протяжении последних двух-трех лет она уменьшается в среднем на 15-20%. Это объективный показатель, что, в принципе, здесь есть определенные подвижки, положительные. В 10 лет человечество борется с ВИЧ-инфекцией. Не настала ли та пора, когда на горизонте уже появляется то лекарство, которое позволит всегда избавиться от этой проблемы? Ну, дело в том, что вирус сам по себе достаточно изменчив, как и инфекционные заболевания вирусной природы, они этим и сложны. О том, что он постоянно меняет свое составляющие части, что приводит к тому, что постоянная погоня, новые лекарства по истечении определенного времени перестают быть для вируса губительными. И, естественно, чувствительность их падает. Иммунитет, да? Ну, не иммунитет называется, а лекарство. Ну, это я, знаете, дилетантский по-своему без медицинского образования. То есть они перестают оказывать соответствующие действия на вирус, он приобретает нечувствительность данного вируса, поэтому возникают все новые и новые лекарства. Здесь абсолютно серьезные шаги также в последние пятилетия были сделаны. То есть раньше это была монотерапия, когда достаточное количество препаратов с каждым действует сначала в одной таблетке. Сейчас это все минимизировано. Сейчас есть препараты, которые содержат одна таблетка, все компоненты необходимые, а их минимум три, трехкомпонентная РВТ-терапия. Более того, прием этого препарата возможно в пролонгированном варианте. Сейчас разработка идет инъекционных видов данных препаратов, что, в принципе, и сказывается на тех тенденциях, о которых мы говорили. Александр Владимирович, спасибо, что пришли к нам в гости. Спасибо, что поговорили с нами о такой важной теме. В гостях у нас был Александр Немыкин, главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИДом.